Уважаемый господин Пасановов, уважаемое духовенство, дамы и господа, уже было сказано очень многое, интересное и существенное, так что я постараюсь на вас больше четырех минут, чтобы остановиться на главных, с моей точки зрения, пунктах, чтобы нам в конце дня выяснить между собой у вас и октября. Третья тема. Война с Германией и Ленин. Россия напала на Австро-Венгрию в результате международных соглашений об сотрудничестве и безопасности. Ее армия состояла из, грубо говоря, 6,5 миллионов военных, из которых 4,5 миллионов не были адекватно вооружены и не имели нужных боеприпасов. Командование армии было неадекватно и, как ныне говорят, часто назначалось по плату. За первоначальными успехами и удачами наступающей армии последовали потери за потери. В результате войны уже в ноябре цены на пищу в России выросли в 4 раза. Военные неудачи и неудовольствия в армии и среди населения привели к принуждению Николая Второго отреча престола и к концу монархии в России. И затем февральской революции с установлением либерально-демократического временного правительства. Керенский в роли главнокомандующего стоял за продолжение войны. Он издал свой приказ номер один, который передал командование армии советом и лишил офицеров ранга и оружия. В результате армия стала неэффективной, ибо она потеряла вертикальное командование, которое в общем отражалось так же и в правительственных и государственных структурах. Благодаря блестящим маневрам ряда людей, как Парнис, уговорил немецкое командование помочь отправить Ленина в Россию. За деньги частично немецкие, но и очень значительные еврейского общества в Нью-Йорке. Одукан переслал сто тысяч золотых долларов ко партии. Шеф в банке, в котором я работал, который был паечником, переслал также средства. И затем Ленин и партия смогли проводить свое действие в России на блестящем торговом способе, который наладил законную торговлю торгового общества, которая перевозила товары как лекарства в России, которые партия продавала и таким образом финансировала свою деятельность. Воспользовавшись разногласиями во время правительства, его неспособностью управлять, Ленину удалось арестовать депутатов Думы и захватить власть. Он уполномочил Троцкого вести переговоры с Германией по окончанию войны, понимая, что большинство населения стремилось только к этому, к окончанию войны. Троцкий растянул переговоры на 9 недель. Немцам это надоело, и они дали в приказании армии наступать. В результате 3 марта 1918 года Ленин принял условия Германии на подписании декрета перемирии в Брест-Литовске. Ленин очень щедро располагался с немцами за примирение. Он отдал Германии одну треть Российской империи. Украина, Финляндия, Прибалтика, Польша и часть Кавказа. Но это позволило Ленину утвердиться в власти и внести диктатуру пролетариата. Что же встал в этой войне? Почти 2 миллиона убитых, почти 3 миллиона раненых и 2,5 миллиона пленных. Надеюсь, что это нам поможет обсудить в конце нашего заседания уроков октября. Спасибо.